В Лабытнангах зарегистрирован очередной случай финансового обмана. Житель города на уловки мошенников попал после посещения одного из популярных сайтов бесплатных объявлений. В разделе «Вакансии» он нашел заманчивое предложение о работе водителем в администрации города. Чем закончилась эта история, знает Светлана Кель. С первых дней января в дежурную часть лабытнанской полиции одно за другим поступают заявления от обманутых граждан. Буквально раз в два дня сыщики регистрируют новые факты мошенничества. Сюжеты преступных историй разные, а вот финал у всех один. Добровольные денежные пожертвования в фонд ненасытных преступников. В последнее время аферисты взяли в оборот безработных людей, точнее тех, кто пытается трудоустроиться. Одного из жителей Лабытнанг мошенники заманили в свои сети интернет-предложением на сайте Авито. Требуется водитель в администрацию города. Для знакомства и оформления всех документов соискатели пригласили даже на собеседование. Данный житель подошел к администрации города Лабытнанги, набрал данный абонентский номер. Неустановленное лицо сообщило, что необходимо сообщить последние четыре цифры его банковской карты для перевода денежных средств для приобретения бензина на данный автомобиль. Такое доверие со стороны работодателя до глубины души тронуло мужчину. Не задумываясь о последствиях, он тут же отправился к ближайшему банкомату. Несколько нехитрых операций и он своими руками, не ведая того, поправил финансовое положение неизвестных ему людей на 18 тысяч рублей. Спустя два дня история повторилась только уже с другим потерпевшим. Он также, как его предшественник, перевел 17 тысяч рублей в надежде получить работу в администрации города. Начальник муниципальной службы и кадровой политики была удивлена такой доверчивостью горожан. Ведь объявление о трудоустройстве на работу администрация на таких сайтах, как Авито, не размещает. При наличии вакансий в администрации города определенных категорий должностей обязательно направляется информация в центр занятости. И в дальнейшем работа ведется уже по приему из центра занятости. Если в центре занятости нет кандидатур для приема на работу, глава администрации может обратиться за поиском людей для трудоустройства в официальные источники средств массовой информации. Это может быть опубликовано объявление в Вестнике Заполярья или размещена информация на официальном сайте администрации города Лабыднанги. В недоумении сотрудники полиции, как горожане, позволяют себя обманывать. Причем особой доверчивостью отличаются не только лабыднанцы, но и жители других городов Ямала. За последние 20 дней в округе зарегистрировано 66 фактов мошенничества, 15 из них в лабыднангах. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова